Вести Кабарина Балкария продолжает свою работу в студии Алимхостов, главной к этому часу. Первомай в Нальчике. Традиционное шествие на главной улице столицы собрало 6000 человек. Поезд Победы прибыл в Кабарина Балкарио. Железнодорожный вокзал погрузился в прошлое, в мае 45-го. Крутые виражи и море драйва. В 15-й раз виробка прошел в мотокрус в памяти героя Советского Союза Аслангири Масаева. Руководители разных уровней, парламентарии и общественные деятели обсуждают обозначенные в послании главы КБР законодательному собранию республики основные задачи по социально-экономическому развитию, стоящие перед властью Кабарина Балкарии. Прокомментировал послание в интервью нашей программе и Павел Кармалика, депутат парламента КБР, председатель Пришипского общества казаков. Мне очень понравилось то, что президент предложил создать дом дружбы, дружбы народов. Я думаю, что это сейчас назрело, это такое решение очень правильное, потому что вот эти 90-е годы мы потеряли молодежь, мы потеряли нравственность, мы потеряли свои культурные обычаи. Народ стал агрессивный друг против друга. И вот именно в этом доме дружбы каждый народ, проживающий в Кабардино-Балкарии, будет показывать свое творчество, свою культуру, чем он занимается. Мне очень понравилось то, что сейчас появилась у президента, значит, проблема такая, что нужно в городе Нальчике запускать автобусы. Уже надо микроавтобусы, вот эти газели, они не справляются с потоком, пассажиропотоком. Это значит, что к нам начали приезжать гости со всей страны. Итак, в Нальчике отметили Первомай. Колонны трудящихся людей разных возрастов и профессий, как и в былые времена, прошли по центральному проспекту столицы республики. Конечно, они столь многочисленные, как прежде, но, судя по всему, традиция возвращается. К демонстрантам присоединились глава республики Арсен Коноков и члены правительства. Репортаж Анны Сурхайхановой. Утро 1 мая. На площади 400-летия собирается народ. Тут и совсем маленькие дети, и седовласые старцы. Последние, к слову, вспоминают и сравнивают, как это было во времена их молодости. Ходили всегда на демонстрацию, даже под роспись ходили. Да, да, чтобы мы пришли все на демонстрацию. Если кто не придет, лишали прогрессивки даже, премии. В советское время было более обширно, больше людей было, больше транспарантов, ну и сейчас неплохо. В 10 праздничная процессия, по традиции возглавляемая духовым оркестром парка культуры и отдыха Нальчика, трогается с места. Профсоюзы, парламентарии, трудовые коллективы, преподаватели и студенты учебных заведений, представители практически всех общественных организаций, всего более 6 тысяч человек. На площади Согласия к шествию присоединяется Арсен Коноков и весь кабинет министров. Далее колонна следует до площади Абхазии, где уже со сцены глава Кабардино-Балкарии скажет, залог успеха – модернизация экономики республики. А социальная сфера – безусловный приоритет в работе властей. Я думаю, что жители нашей республики через короткое время должны увидеть новые образовательные школы и модернизированные, оборудованные самым современным оборудованием, объекты здравоохранения. Я думаю, что мы пристальное внимание будем уделять развитию нашей культуры. Без духовного потенциала, без развития наших традиций, обычай и все, что было нам передано старшим поколениям, конечно, двигаться вперед будет сложно. Поэтому мы начали восстанавливать объекты культуры. И хотел бы поздравить еще раз вас всех, вашим лицем всех жителей республики, пожелать вам здоровья, благополучия. Я думаю, тот труд, который и та работа, которую вы делаете, обеспечит благополучие нашей родной республики и в целом нашего Отечества. Вспоминали в День международной солидарности трудящихся и об истоках праздника от 1 мая 1886-го, когда пролетарии впервые в истории организованно выступили с требованиями о сокращении рабочего дня. Звучали и пожелания главных защитников прав трудящихся – объединения организаций профсоюзов КБР. Желаю каждому работающему человеку, чтобы никаких вопросов, связанных с их правами, не было никогда. Чтобы их права всегда были на достойном уровне и отстаиваясь с профсоюзами впредь. Затем на сцену вышли танцевальные коллективы республики и артисты местной эстрады. Современные песни звучали вперемешку с мелодиями прошлых лет. После концерта народные гуляния перенеслись в Атажукинский сад. Для многих жителей республики 1 мая, который, кстати, отмечают в 142 странах мира, это возможность провести с семьей и друзьями весь день. В парке яблоку негде было упасть в очереди на аттракцион. Из-за сладкой ваты и мороженого взрослые радовались не меньше детей. А те, в свою очередь, уже знают, что за праздник 1 мая, правда, с поправкой на возраст. Это очень радостный день, день труда, день, когда все дружат, никто не ссорится. Но если кто поссорится, значит, не надо того поздравлять. После торжественного митинга, посвященного весеннему празднику трудящихся, глава КБР Арсен Коноков проинспектировал строящиеся в столице республики объекты, которые должны быть сданы в эксплуатацию в текущем году. Первым пунктом стало общеобразовательное учреждение «Успех», которое станет продолжением одноименной начальной школы. Затем глава республики направился в центр города, где строится спортивный комплекс «Гладиатор». На его завершение из федерального бюджета выделено 50 миллионов рублей. Еще 15 миллионов добавила республика. В текущем году на территории объекта планируется возвести центр спортивной подготовки. На эти цели уже заложено 215 миллионов рублей, почти треть этой суммы средства республиканского бюджета. Арсен Коноков предупредил, что объект должен быть сдан в эксплуатацию в идеальном состоянии и в срок. Побывал глава республики и на детском стадионе, реконструкция которого начата в прошлом году. Здесь уже построена школа футбола. Поле, покрыто голландским искусственным газоном, будут располагаться два теннисных корта, площадки для занятий баскетболом и легкой атлетикой. Затем Арсен Коноков осмотрел музыкальный театр. Как отметили подрядчики, на его оснащение, а также на обеспечение пожарной безопасности, дополнительно потребуется более 40 миллионов рублей. Глава КБР дал поручение министру строительства и архитектуры предусмотреть также обновление облицовки памятника Марии. Все проинспектированные объекты планируется завершить к 1 сентября, в дню государственности республики. Поезд-выставка, музейный экспонат. Живая история военных лет предстала перед собравшимися на железнодорожной станции «Нальчик». Агитационный ретро-поезд «Победа» прибыл на первый путь и привез с собой атмосферу военных лет, еще раз напомнив всем о Великой Победе. Слово нашему специальному корреспонденту Сафару Гириеву. Челезнодорожный вокзал «Нальчика» на несколько часов окунулся в прошлое, в мае 45-го. В столицу Кабарина-Балкарии, город воинской славы, прибыл поезд «Победы». Сам ретро-поезд сформирован из исторического подвижного состава, а ведет его паровоз времен Великой Отечественной войны. В состав также входят теплушки, салон-вагон и платформа для перевозки военной техники. Сегодня это передвижная выставка, а каждый вагон – это музейный экспонат. Именно на таком поезде и возвращались домой победители в далеком 45-м. 60 тысяч человек ушли из Кабарина-Балкарии на эту кровавую войну, а вернули всего 20 тысяч. Тогда их встречали со слезами на глазах. А в мае 2012-го с теми же эмоциями прибытия состава ждали ветераны. Самое главное это мероприятие доносит народу всю правду. Кто завоевал, кто победил в Великой Отечественной войне. Победил тот же российский народ, народ, который, не щадя своей жизни, боролся с фашистами. Здесь все как те фронтовые годы. Нары для солдат, печка буржуйка, оружейные полки. Отправить по городам Юго-России ретропоезд, украшенный цветочными гирляндами, красной звездой и плакатом «Слава победителям» в СКЖД решили с полной конкретной целью. Чтобы вы помнили о том, какой ценой нам досталась победа. Посмотрите, мы сделали полки солдатские. В этом вагоне ездил командующий Северокавказского военного округа. Такого состава у нас в стране нет. С ретропоездом ездит агитбригада студентов Ростовского госуниверситета путей сообщения и артисты-железнодорожники. Костюмы, песни, танцы – все время войны. Вместо сцены – железнодорожная платформа, а на сцене – знаменитый Василий Теркин Твардовского. Здесь же – фотоэкспозиция «Северокавказская железная дорога в годы войны». Мы всегда относимся к ветеранам с большим почтением, уважением. Мы всегда проводим мероприятия, связанные с праздником Победы. И в развитии всех тех программ, что мы проводим, возникла такая идея – провести их не только автономно по отдельным станциям, а объединить весь этот праздник в единый, ну, по определенным регионам. Поезд Победы Дональчика объехал 10 городов, станций СКЖД, в том числе и Прохладный. И уже сегодня состав возвращается в депо Дорожного музея в Ростове-на-Дону до следующего дня Великой Победы. Сафар Гиреев, Атмир Сабанчи, Вести, Кабардино-Балкария. Рев моторов и море драйва в Лискенском районе прошли республиканские соревнования по мотокроссу, посвященные Дню Победы и памяти героя Советского Союза Аслан Гири Масаева, организованы региональным отделением ДОСАФ России в КБР. Гонки в родном селе Масаева и Рока проходят уже 15-й год подряд и по традиции собирают спортсменов не только Кабардино-Балкарии, но и Северной Осетии, продолжит Осман Казаков. Папа начал ехать на мотоцикле, и я смотрю на него, потом я мне тоже хочу на мотоцикле ездить. Прикольно. Именно так отвечают 7-летний отца Мази Алканов и 8-летний Вадим Крусов на вопрос, почему они выбрали именно этот вид транспорта. Каждый из них уже в 4 года знал, что такое езда на байке, и для юных мотоциклистов это уже не первое соревнование. На трассы в этот день, помимо них, вышли еще более 20 гонщиков из Кабардино-Балкарии и Северной Осетии Алании. В их числе участники чемпионата Европы, обладатели золотых медалей первенства России. До старта по традиции почтили память павших в Великой Отечественной войне. Чтить наших ветеранов, вспомнить о тех ущельчих, которые отдали жизнь за эту великую победу. Небольшое сельское поселение Ирока прославлено именем героя Советского Союза, легендарной личностью Масая Маслангири Яркевич. Мы горды его именем и мы долгие годы хотим принести его имя. Сложный холмистый маршрут с множеством спусков, подъемов и крутыми виражами требовал от гонщиков высокого мастерства в управлении железным конем. Без падений здесь не обошелся, однако обошлось без травм. Участвовали в соревнованиях спортсмены всех возрастов. Вот это есть преемственность поколений, и когда они получают награду, на которой, на медали, на кубке изображен тот герой, кому посвящены соревнования, он, естественно, это запоминает и стремится на этого героя походить. По словам председателя уже Кабардино-Балкарского отделения ДОСААФ Юрия Ашинова, результатами проделанной работы он доволен. Мотоспорт в республике начал возрождаться. Она имеет свое начало сегодня в Прохладницком районе, в городе Нальчки. Чтобы завоевать золотой педестал, лидеру необходимо было удерживать свою позицию в течение 15 минут. Уборная борьба развернулась в пяти классах. 60, 85, 125 кубических сантиметров. Мастер и свободный. Днем ранее в лагере прошло первенство Северной Осетии. Состав участников был примерно тот же самый. Байкеры Кабардино-Балкарии претендовали на главный приз соседей республики. А теперь осетины вступили в борьбу за золото чемпионата КБР. В итоге последние одержали убедительную победу в четырех из пяти классов. А в свободном классе лучшими стали хозяева состязаний. Осман Казаков, Марат Атруков. Вести Кабардино-Балкария. К другим темам. Количество прибывающих иностранных граждан в России увеличивается с каждым годом. Строительный бум способствует наплыву рабочих, в том числе и нелегалов. Однако в Кабардино-Балкарии им делать уже нечего. Почему, знает Фатима Магомедова. Строительство, погрузочные, разгрузочные работы, уборка улиц, помещений. Обходиться собственными силами не приходится уже давно. Созидательную деятельность подхватили гастролеры-мигранты. За пять месяцев этого года более пяти тысяч проверенных на законность проживания. Выявлено пять юридических лиц, набирающих работников без соответствующих документов. Данный иностранный граждан совершил административное правонарушение и подлежит обязательной токсоскопической регистрации. На сегодняшний день по материалам управления судами принято решение о выдворении 98 иностранных граждан за пределы территории России. И один подлежит депортации. Сотни работников, граждан ближнего и дальнего зарубежья задействованы в строительстве целого ряда объектов. На одном из них при осмотре документов сотрудники миграционной службы констатируют. Все на законных основаниях. На объекте в настоящее время работают 44 иностранных гражданина, граждане Турции, 25 человек граждане Узбекистана и 45 человек граждане Российской Федерации. Все на законных основаниях. А в управлении ФМС тем временем выстроилась целая очередь строителей, электриков, маляров, на первый взгляд, может и не первоклассных специалистов, но то, что трудоспособных, бесспорно. Минимальная заработная плата за труд довольно приличная. Продлить визу, получить патенты и со спокойной душой приступить к работе. У Ануара Юлдашева на родине Узбекистане проблемы, которые нужно решать. У меня новый дом, его ремонтировать надо и еще сыну женить надо. В ходе проведения проверочного мероприятия было выявлено больше 10 человек, но сейчас решается вопрос проверки документов, то есть законно они работали на территории России или незаконно. Легализация обходится гастарбайтерам в тысячу рублей в месяц. Немного, если учесть, что в прошлом году, по данным Национального банка Российской Федерации, только за первое полугодие выходцами из Средней Азии в родные края было переведено около 150 миллионов рублей. Патима Магомедова, Юрий Искандеров, Вести, Кабардино-Балкария. Нальчикский «Спартак» досрочно вылетел из премьер-лиги, но чемпионат продолжается и сегодня красно-белые принимают на своем поле Ростов. Сейчас проходит вторая половина матча и подробности встречи мы рассчитываем узнать у Залины Суановой, которая сейчас вышла на прямую связь со студией. Залина, как складывается игра и какой счет к этой минуте? Добрый день, Алим. Для Нальчикского «Спартака» этот матч начался достаточно успешно. Уже на пятой минуте Семен Фомин открыл счет, но на 22-й минуте с 11-ти метрового Эктор Бракамонте счет сравнял. А сейчас идет второй тайм матча «Спартак-Нальчик-Ростов». Команды обмениваются острыми моментами и будем надеяться на удачный исход этой игры в нашу пользу. Алим. Спасибо, Залина, из республиканского стадиона, где проходит игра Нальчикского «Спартака» и «Ростова» Залина Суанова. Напомним, в премьер-лиге «Спартак-Нальчик» играл с 2005 года. После ухода главного тренера Юрия Красножана, нальчане так и не смогли найти свою игру, и весь чемпионат вели борьбу за выживание. На этом у меня все. О главных событиях дня я и моя коллега Мадина Урусова расскажем вам в 20.30. Напомним, все новости нашей программы на сайте вести.кбр.ру. Далее о погоде Эльмира Беева. Далее о погоде Эльбрусе. Несущественные осадки. Плюс 22-23. В Прохладницком и Майском районах возможен несильный дождь. Плюс 23. Такая же погода и в Терском и Лискенском. Температура в пределах 21-22 градусов. Осадки вероятны и в Черехском районе. 21 тепла. В Нальчике переменная облачность. Возможно, небольшой дождь. Плюс 22. На этом у меня все. Хорошего настроения в любую погоду. Субтитры предоставил DimaTorzok